здравствуйте друзья глубокой ночью почти в полночь мы движемся по хайвею номер 17 и что мы знаем о нем что там впереди уже пару недель как по левую руку как вот как мы движемся по левую руку осыпались с горы сверху осыпалась и встречную полосу завалила но они это не грязевые сели ну в общем оползем так усилию сели мне стал называть осыпалась вот то что вот слева папа бортик стоит вот там за этим бортиком все засыпал поэтому та часть дороги по которой мы едем значит ее разделили на 2 и мокренько да мокренько стекает стекает с гор мы ехали дорог сухая была здесь стекает тут слева что-то такое ух там слушай целый городок какой-то построили что-то там я даже не знаю да и вот тут сейчас мы хотим посмотреть как это все будет хотим вам показать как это все устроено на дороге что она разделена левая закрыта ну сейчас посмотрим мы мы едем относительно да прилично 50 миль едем ничего 45 на повороте да ну для горной дороги я считаю нормально так хорошо едем приближаемся знаете что приятно приятно что кроме нас на дороге мало кто есть в этом прелесть езды в будний день в полночь знаете как а то было бы тот толпище в одну сторону толпище в другую сторону пару недель назад мы два с половиной часа до вместо 40 минут собственно собственно вот в этом месте мы там и стояли вот это живут в эту пробку пройти так вот она пошла но ты знаешь что бортик бетонные слева должен закончится иначе полосы не смогут тут сойтись так что я думаю это мы в предварительной какой-то стадии вот но сейчас что-то будет а вы друзья понимаете вот справа тут гора вверх идет не так вот тут а так хорошо так идет под углом как серьезно идет они когда-то вырубили тут эту дорогу тут вообще живописно когда вот и машины да вот уже пошли когда днем о-о-о-о вот тут что-то такое начинается я даже замедлился слегка думал вам какую-то красоту показать вот ремонтирую вот да я поверну я повернул немножко камеру чтоб видно было что делается да и все что да некоторые люди вот каждый день добираются на работы с работы у нас есть знакомые которого так приехали на работу из санта-крус туда в долину и остались ночевать потому что да известно было что там потом не доберешься ты знаешь такое ощущение что вот мы какое-то место замечательное проехали а дальше уже тем не менее вот они едут по нашей полосе ну да это это правда я просто думал там красоту какую-нибудь показать работающую технику знаешь там или какие-то там я не знаю повалившиеся деревья а тоже 40 миль суши 40 миль не плохая скорость вы спокойненько хотя может быть это знак тут от нормальной дороги остался до всегда стоял так разделили полосами так максимальная скорость чего какой-то новый знак что его не помню 40 спит а наши наши сорок три сорок 2 зачем ты мне накидываешь да так опять какая техника стоит да но как-то она так стоит не убедительно ты знаешь а за нами уже даже какая-то очередь немножко образовалась там машины штук 5-6 написано что это 45 миль зона зона рабочая да написано что закроется через полторы тысячи футов что закроется ну вот эта зона сейчас мы по моему там надпись была я я не спешу не спешу я так больше за дорогой скажу поэтому читать методом особо некогда но шелдер шелдер справа закрыли шелдер друзья это плечо но шелдером называют вот эту полосу справа от дороги ну да явно нам навстречу уже никто не едет хотя и не обгоняет никто с другой стороны могли бы там они да вот уже пошли какие-то люди сейчас нас хотят опогнать все значит мы проехали прикольное место друзья и на этом с вами расстаемся